Центр мой бизнес скоро откроется в Орле. Здесь будет сосредоточен весь комплекс мер государственной поддержки бизнеса. Об этом и не только пойдет речь сегодня в нашей программе. Гость студии, директор фонда поддержки предпринимательства в Орловской области Владимир Осякин. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Здравствуйте, Наталья. Центр мой бизнес сегодня создаются по всей стране в рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Какова идеология самого проекта и кто войдет в состав центра? Значит, идеология центра мой бизнес – это создание единого окна для входа бизнесменов и тех людей, которые собираются заниматься бизнесом. Все вопросы, которые возникают у этих людей, они могут задать в этом центре и получить. То есть, основная идеология – ответить на все вопросы от начала открытия бизнеса до кредитования, до расширения, до всех возможных услуг, которые они могут здесь получить. Ну, представьте себе, я планирую открыть свой бизнес. Я прихожу в этот центр. Кстати, по какому адресу? Открываем мы центр по адресу Сладховича на 34. Я прихожу по этому адресу. Кто из специалистов меня встречает и какие услуги они мне могут оказать на первых парах? Вы приходите к нам с бизнес-идеей, я правильно понимаю? Уже с бизнес-идеей? С бизнес-идеей. Конечно, в идеале, если вы приходите с бизнес-идеей, то вы приходите на Сладховича на 34, там у нас есть входная группа, так называемый фронт-офис. Там специалисты, которые подскажут вам, какие шаги предпринять для того, чтобы свой бизнес правильно открыть, хотя бы тоже для начала. Далее. Затем, если нужно будет какое-то финансирование или какие-то еще услуги, конечно же, тоже мы там все это объясним. Если не хватает денежных средств, мы сможем и предоставить микрозайм на очень льготных условиях, и можем предоставить поручительство по кредитам, если нужно будет получить кредит в банке или в том же самом фонде микрофинансирования. То есть, заранее нужно приготовить бизнес-план и запастись перечнем вопросов для того, чтобы было и самой мне понятно, куда, каким специалистам и что, собственно, я хочу от этих специалистов. На любом этапе вы можете зайти, хотя бы у вас есть какая-то бизнес-идея. Здесь уже все, здесь мы расскажем, подскажем, какую организационную правовую форму выбрать, как правильно зарегистрироваться в налоговый, то есть ООО или ИП. То есть, любой вопрос на любом этапе. То есть, вы можете прийти туда, в этот центр, даже если у вас уже есть готовый бизнес, уже все создано. Мы можем проконсультировать, опять же, организовать какое-то обучение, подсказать практически любой вопрос. Консультации платные? Все консультации бесплатные. Есть ли консультации юристов, налоговиков? Есть. Первичные консультации юристов у нас есть. У нас есть, конечно же, связь и с нашей налоговой инспекцией. То есть, если какие-то вопросы по налогам, естественно, мы сможем вам ответить. Ну, с начинающими предпринимателями все абсолютно понятно. Для опытных предпринимателей, чем этот центр может быть полезен? Ну, смотрите, наши все услуги разделены на два вида. Это финансовые услуги и консультационные. То есть, если говорим про финансовые услуги, это, конечно же, наш фонд микрофинансирования. Первый. То есть, это микрозаймы до 5 миллионов рублей. И ставка там составляет от 3% годовых. Вот. Особенно для моногорода Нценск. То есть, это льготная ставка для моногорода. Но она, в принципе, может получить ее и любой другой предприниматель из всего региона нашей... Ну, из Орловской области. Вторая финансовая услуга – это предоставление поручительства. Предприниматель берет кредит или тот же самый займ в фонде микрофинансирования. У него не хватает обеспечения. Мы предоставляем сейчас до 70% от суммы кредита поручительством. Выступаем поручителями. То есть, предпринимателю нужно будет найти лишь 30% обеспечения для того, чтобы получить нужную ему сумму кредита. Но, насколько я понимаю, все фонды – фонд микрофинансирования, фонд поддержки малого и среднего бизнеса, собственно, который вы и возглавляете, все будут также находиться здесь, в центре? Да. Именно так. То есть, если по количеству видов поддержки, у нас их 5, фонд микрофинансирования региональной гарантийной организации – это гарантийный фонд, центр поддержки предпринимательства – это, по большей части, для начинающих предпринимателей, центр кластера на развитие – это уже для кооперации действующих предпринимателей по определенным направлениям, и центр поддержки экспорта. Здесь задача – помочь нашим производителям, предпринимателям выйти на международные рынки. Это уже для опытных предпринимателей более интересно? Более-менее так. Есть еще также в центре будет представлен уполномоченный по правам предпринимателей в Орловской области. То есть Евгения Геннадьевича Лыкина мы можем встретить в этом центре. Да, это теперь наш сосед, то есть он тоже в составе центра «Мой бизнес». И еще там будет МФЦ для бизнеса. То, что сейчас у нас находится здесь в МФЦ на Ленина-1, будет филиалом представлено в нашем центре по улице Сладковащина, 34. Но в МФЦ также можно прийти, да? Остается, тоже остается, да. Тренинги, семинары. Будут ли они проводиться? В каком формате? Нужно ли будет записываться? Как будете оповещать? Как будете работать в направлении в этом с бизнес-структурами? Одна из основных наших задач – это действительно проведение тренингов, проведение любых обучений для бизнесменов, повышение их уровня знаний. Касательно отслеживания, то есть у нас есть сайт, наш портал «МСБ-Орел». На нем, естественно, все анонсы всех наших мероприятий, они в обязательном порядке проходят. Плюс к тому, сейчас мы достаточно активно начинаем заниматься продвижением наших услуг, в том числе обучения в социальных сетях. В социальных сетях, в интернете, в поисковиках. То есть найти информацию при желании, конечно, будет совершенно несложно. Но или на портале, или в соцсетях, или действительно просто прийти по адресу, там, наш центр «Мой бизнес». Уже запланированы какие-то тренинги? Может быть, бизнес-тренеров уже пригласили? Ну, честно говоря, немножко вопрос, так сказать, запоздалый, потому что мы буквально месяц назад провели большой форум «Бизнес-нсайт» и «Тургенев Диджитал». То есть это все наши мероприятия. Тонищи закончили, собрали по 350 человек. Огромное количество положительных отзывов. Но это как основные. Ну, и что-то будут в рамках фотоцентра? Будут однозначно. Будут однозначно. До конца года у нас запланировано еще несколько и тренингов. Мы приглашаем и международных тренеров в том числе. Очень важно сейчас правильно выбрать свою нишу. Не ошибиться в этом. Дайте совет. Какие сферы наиболее актуальны для развития в Орловском регионе? Ой, честно говоря, я всегда говорю, что сферы, конечно же, они различные. Есть занятые, есть не занятые. Но я бы рекомендовал все-таки подумать о каком-либо производстве. То есть там все сферы услуг достаточно широко уже представлены. То есть лезть туда, наверное, может быть, уже нет смысла. Хотя, опять же, все индивидуально, надо смотреть. Надо смотреть. Приходите, мы подскажем, расскажем. Есть смысл открываться в определенном районе, допустим, к какому-нибудь очередному барбершопу или нет. Я всегда рекомендую все-таки думать о каком-либо производстве. Мне кажется, это все-таки... Ну, хотя, опять же, это моя субъективная точка зрения. В любом случае, все предложения мы рассмотрим, подскажем, расскажем. Предприниматели, которые раньше обращались к вам, как сейчас чувствуют себя они на рынке Орловском? Вот, как правило, конечно, люди, которые обращаются за господдержку в любом виде практически, они, конечно, имеют определенное преимущество. То есть обдача есть? Однозначно, однозначно. Конечно, они растут, они ходят на наши тренинги, опять же, на все мероприятия. Если они пользуются там займами, то они пользуются ими там, ну, постоянно. То есть срок проходит, они гасят и берут заново. Если пользуются поручительством, то так же. Точно так же. То есть, конечно, предприниматели, которые интересуются и обращаются, они, конечно, имеют определенное преимущество, они растут. Насколько доступна в Орле господдержка, на ваш взгляд? А так же и поддержка вашего фонда? Да, доступна. Если мы представлены, мы всегда всем рады, честно говоря. То есть не будет какого-то там, каких-то блокировок, так сказать. Мы там не хотим вам помогать. Или что мы открыты для всех. Или там мы работаем только для своих. Никаких своих никогда не существовало, честно говоря, там не было. То есть это мифы. Все предприниматели, которые зарегистрированы или хотят зарегистрироваться в Орловской области, это наш сегмент. Мы поможем всем. Как меняются объемы финансирования поддержки фонда предпринимателей? Цифра год от год, насколько она меняется? Она растет? Тут достаточно сложный вопрос. В принципе, примерно цифры, они из года в год повторяются. В этом году дали немножко больше, потому что нам нужно было организовать открытие этого центра. То есть там действительно немного побольше денег, но это далеко не значит, что в следующем году сумма увеличится. Но на количество, на объем поддержки это никак не повлияет. У нас, в принципе, все инструменты есть, они все профинансированы, все работают. Только приходите, только обращайтесь. Какие еще направления работы у фонда есть и насколько высок спрос на другие услуги нефинансового плана? Ну, в принципе, из тех пяти направлений, про которые я говорил, это центр поддержки, центр кластерного развития, центр поддержки экспорта. Пока мы не планируем открывать дополнительных направлений. То есть, в принципе, мы считаем, что в этих формах поддержки также стоточены практически все наши возможности, все запросы предпринимателей, которые идут из нашей области. То есть новых дополнительных пока планировать мы не планируем, не открываем. Ну, как вы считаете, количество предпринимателей в будущем, все же оно будет увеличиваться? Есть ли для этого у нас основания или пока нет? Вот если оценивать экономическую обстановку Орловского региона. Я считаю, что у нас вообще огромный потенциал. Потому что если смотреть по соседним, по нескольким соседним регионам, то там малый и средний бизнес уже представлен достаточно сильно. У нас пока такого нет. Поэтому я считаю, что в нашем регионе потенциал огромный. Думайте, придумывайте идеи, приходите, мы вам поможем. Мы заинтересованы в том, чтобы наш бизнес малый и средний развивался. Больше даже, наверное, чем сами предприниматели. Ну, вот такие центры «Мой бизнес», они уже созданы в ряде регионов. Может быть, вы интересовались опытом, как там у них все продвигается, и что-то себе полезное на вооружение? Да, некоторые регионы стали пилотными. Допустим, Челябинская область. Они открылись уже года три назад. И по их подобию уже делали, в принципе, этот центр «Мой бизнес» по всей стране. Вот в Москве недавно были открыты. Да, основная масса открывается в этом году. Задача такая в рамках нацпроекта стояла именно открытие в этом году. Вот мы эту задачу должны выполнить 28 октября этого года. Мы должны открыть наш центр «Мой бизнес». Каким вы его видите лет через несколько? Центр? Каким? Я думаю, что это будет очень популярное место среди предпринимателей, среди людей, которые интересуются. Ну, надеюсь, конечно, там не будет никаких очередей. Вот, а так, тут несколько лет... Ну, очереди с предпринимателей, которые хотят получить господдержку или другого вида поддержку, тоже неплохо. Ну, в любом случае, мы сделаем, если там действительно будет столько обращений, что будут возникать какие-то очереди, мы так маршрутизируем, что все получат, и никто ничего ждать не будет. На открытии что-то будет интересное для предпринимателей? Или пройдет тихо или незаметно? Мы готовим несколько сюрпризов, честно говоря. Пишем сценарий. Пока раскрывать я его, естественно, не буду, но будет интересно. Спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Гость студии директора фонда поддержки предпринимательства в Орловской области Владимир Осякин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова